Девушки отдыхают В этом мире происходит естественным путем. Правда? Бог сказал, оставить человек, отца и мать, прилепиться к жене, и будут двое, одна плоть. Но когда двое становится одной плотью, тогда получаются еще и дети. Правда или нет? Видно, что хорошо празднуют шаббат. Слава Богу, я рад за это. Но, знаете, если возможно, кто там далеко у нас, делает так, шакет, бвахаша, тихо. Писание говорит о том, чтобы мы всегда молились, приносили перед Господом наших детей, наших близких и родных. Вообще молиться за всех. Обязательно надо. Но здесь, не только в Ветхом Завете, не только в Торе нам заповедуют молиться, приносить детей перед Господом, но также и Брихаташа, Новый Завет, говорит нам такие же слова. В прошествии времени, когда пришли очищения по закону Моисеева, принесли его, Ишуа, в Иерусалим, чтобы представить его перед Господом. То, что мы делаем, они стоят и приносят своих детей перед Всевышним, говоря простые пожелания, желание, чтобы Бог направил их. Моливь-то не просто за детей и какая-то будет особенная защита над детьми. Знаете, что Бог защищает своих детей, но также дает ответственность родителям воспитать детей так, чтобы они могли себя защитить. Что я имею в виду? Не позволять им делать то, что они должны делать. Учить их так, чтобы они жили в этом мире, зная надежду на Бога. Чтобы они не приступали к закону Господне, чтобы они отличали добро от зла. Поэтому сегодня у нас простая молитва, благословение детей. Я думаю, что ты стоишь с одним, возьми, поменяйся сейчас. Родители, папа, идите сюда. С детьми, теми, за которыми мы молимся. Мамы там с хозяйством остальным. Чтобы я не держал обоих младенцев, я положил злые руки на родителей. Халилуя. Авинуша, Башамам, Отец Небесный, я благодарен, Господь, тебе за твое наследие. Господь писатель говорит, что Авраам родил Ицака. Ицак родил Якова. Мы понимаем, что жены наши рождают детей. Но, Господь, мы участвуем в их воспитании. Мы просим, благослови отцов и матерей. Благослови, чтобы они воспитывали детей в твоих направлениях, в твоей Торе, в твоему Слову, чтобы они отличали добро от зла. Мы просим тебя, чтобы ты благословил детей. Боже, чтобы они были здоровы, благословены, послушны. Господь, и мы говорим шалом. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да прижалит на тебя, Господь, светлым лицем своим, помилуй тебя. Да обратит свое лицо Господь на тебя и даст тебе свой шалом, свой мир.